Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня никто никогда не любил, да и если ты с парнем обращал внимания, я почему-то всегда отвергал любую заботу, хоть и очень нуждалась в этом. Так вот, есть один парень, который долгое время проявлял знаков внимания ко мне, даже один раз говорил про женитьбу, но мне это было что-то несерьёзное, мне он тоже симпатизировал, но ранее я это не показывал. Сегодня я решила взять все в свои руки, начала ненавязчиво обо всем разговаривать, а потом побольше стал открыто проявлять симпатию. Он был со мной очень мил, даже разговаривал в свяком, но уже не так как раньше, а затем зачем-то спрашивал захватан ли я, предлагал своего брата. Опять-таки я всё как обычно воспринимала, что может он себя имеет в виду, вечером я узнал на достоверных источников, что у него появилась девушка, а после сама в этом убедилась окончательно. Теперь я чувствую сильный стыд, что сегодня показываю им свои симпатии, не знаю как с этим бороться, но у меня таких страхов быть навязчиво и вообще нестарно. Мне поэтому обидно, что сколько раз я упускал возможности из-за откуда-то взятий со фобией. Хотя нет, я всё же знаю, причине это мой отец, который постоянно подозревал в мне, что я с кем-то тусуюсь. Прошу объяснить, можно ли с этим бороться. Такой вопрос. Ну, начнём с того, что вначале вы бросите совет, что делать. Психологи советов не дают, это первое. Второе, что делать, чтобы что. Далее, меня никто никогда не любил. Вам не кажется, что вы, ну, как-то несколько сильно довольны, обобщаетесь? Обобщаетесь. Вот. Вас, скорее всего, любили не так, как вы хотите. Не так, как вы ждёте, может быть. И интересно то, что он вас никто не любил. И вы себя не любите. Вам сложно принять заботу, вы её отвергаете. Потому что заботы хочется, но когда её дают, непонятно, что с ней делать. Вы становитесь зависимым. Опять вот. Есть один парень, пишите вы. Да, я почему-то, да и если кто-то из парней обращал внимание, я почему-то всегда отвергал на любую забору. Да, почему? Страх отношений. Страх близких отношений. С чем связан с личными границами. И с тем, что вы, кстати, не совсем безосновательно, боитесь раствориться в человеке. Так вот. Есть один парень, который долгое время проявлял знай-ка внимание ко мне. Даже не раз говорил про женитьбы на мне. Меня он тоже симпатизировал, но ранее я это не показывал. Почему? Почему? Сегодня я решил взяться в свои руки. Смотрите. Во-первых, что изменилось сегодня? Почему именно сегодня? И во-вторых, это то, из-за чего вам стыдно. Смотрите. Приведу такой пример. Смотрите. Я и вы. Я решаю подарить вам, конскак, что-нибудь. Ну, например, сладости. Я приношу вам сладости, вы их принимаете. А потом я узнаю, что есть другой мужчина, который тоже принес вам сладости. И если я действительно хотел вас угостить, почему не должно быть это стыдно? Ну, я хотел вас угостить, я вас угостил. Но если я хотел угостить вас для того, чтобы вы стали моей девушкой, вот в этом случае мне будет стыдно. Такова природа всегда и вашего. Вы подавляете одно чувство, одно желание. Заменяете его другим. Выражаете его. У вас есть надежда на то, что вот сейчас вы выразите и получите удовлетворение от того, первого, более глубокого желания. В итоге этого не происходит, потому что ваши действия воспринимают, ну, как самостоятельное всё. То есть мою инициативу подарить вам сладости, вы воспримите как просто вот. Я же хотел подарить вам сладости, скорее всего. Вам будет невдомёк, что я чего-то там хочу. Вы сами пишите. Долгое время. Парень проявлял знак, внимание. Долгое время. И только сегодня вы решили взять все в свои руки. И... Когда вы это делали, у вас было ожидание, что мужчина только и ждёт того, что вы проявляете к нему знака внимания. Почему? Да? С одной стороны, из-за недоверия себе. Из-за нарученных личных границ, как я вам сказал. А с другой стороны, из-за перепутанности ваших потребностей. Хочу одного, но делаю совсем другое. Вы пишите. Я боюсь быть навязчивым в отношении к парням. Смотрите. Есть люди, которые, на самом деле, боятся... Ну, на самом деле, навязчивы. Да? Они не боятся. Они просто навязчивы. Почему? Почему так? Потому что они... Знают, чего хотят. Ну, например, продавцы в магазинах. Я имею ввиду консультанты. Они могут быть очень навязчивы. Потому что у них есть цель продать. Что-то. Что-то. Вот. Когда форма моего желания и само желание совпадает, есть ощущение, что я навязчив. Это один аспект. Второй аспект. То, что вы себя обоцениваете. Вы себя обоцениваете. Если я уделяю вам внимание, то, как минимум, я отношусь с уважением к своему выбору. И к вашему выбору. Мое внимание принимать. Да? У меня. Я сейчас не говорю о том, что это может привести к отношениям или может не привести. Я сейчас говорю только о том, что если я уделяю вам внимание, то я относился к себе с уважением. что я решил вам уделить внимание. Вот. У вас такого нет. Ваше внимание это вот что-то такое неважное, не ценное. В глубине души вы, наверное, думаете, что есть куча людей, которые так же, как вы, могут уделить внимание этому мужчине или другому любому мужчине. И ему с ними будет интереснее, чем с вами. Отсюда такая вот история. То есть, в этом контексте навязчивость это страх показать, что вам что-то важно. Что вам что-то ценно. Желание показать, что нет, я ни за что не держусь, меня ничего не волнует. Понимаете? Ну, это обман. Следствие, которое является недоверией себе. По поводу отца, я мог бы сказать, что у вас травма. У вас травма. Скорее всего. Вы на свою бабу злитесь, в то же время, мне кажется, вы его боитесь. Вот. Какие-то такие вот непрозитые чувства здесь есть. Тоже нужно поискредить, вырастить, поражить. Вам это поможет быть свободней. Дальше. Как у вас дело обстоит с реализацией и восприятием себя? Мне показалось, что, по крайней мере из вашего текста, я понимаю, что это может быть только маленькая часть вашей жизни, но тем не менее. А мне показалось, что вот вы нацелены на мужчин, да, и интересны вам еще. Ну, это хорошо. Но интересны ли вы себе сами? Если да, то как вы себе интересны? Это очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok